Новый закон об образовании в России вступает в силу менее чем через месяц. Документ, который заменит сразу два базовых закона об образовании и о высшем и послевузовском профобразовании, устанавливает дополнительные права и меры поддержки учеников, их родителей и педагогических работников. Новации коснутся каждого образовательного уровня – школьного, дошкольного, профессионального и дополнительного. О том, что ждет образование в свете нового закона говорили на пресс-конференции в Министерстве образования Чувашия. Согласно закону об образовании, расчет размеров оплаты детского сада передается на региональный уровень. Стоимость одного дня пребывания ребенка в детском саду теперь устанавливает муниципалитет. По усмотрению учредителя ДОУ эта плата может быть снижена. Отныне родители будут платить только за присмотр и уход за их детьми. В сумму не будут включаться расходы на реализацию образовательных программ – содержание зданий, коммунальные услуги, содержание и благоустройство прилегающих территорий. Новый закон гарантирует, что образование, в том числе и дополнительное и профессиональное, будет доступно и получать его можно будет бесплатно. Если раньше, чтобы поступить в техникум или колледж, абитуриенты сдавали экзамены, то теперь прием будет проходить на конкурсной основе по баллам ЕГЭ и личному портфолио поступающего. Что касается школьного образования, то закон предусматривает введение школьной формы уже с 1 сентября этого года. Уже школы и родители, точнее с помощью школ, уже определили формат, стиль этой школьной формы. Соответственно, уже закупается школьная форма. И поэтому я очень рассчитываю, что шаг за шагом школьная форма становится таким же обыденным, понятным, традиционным явлением, как обычный учебный процесс или то, что на спортивное занятие мы привыкли ходить в спортивной форме, а учебное занятие, кто к чем ходил, а привыкли к ним ходить в школьной форме. Малокомплектные сельские школы закрыть без предварительного обсуждения с местными жителями теперь не смогут. Ликвидировать учебное заведение будет возможно только после положительного заключения специальной комиссии. Независимо от количества учащихся, такие школы будут финансироваться. Что касается учебников, то с этого года все ученики с 1 по 11 класса будут получать их бесплатно. На эти цели из бюджета республики выделено более 200 миллионов рублей. Большая часть учебников уже в школах. Я вот объезжал недавно несколько школ, смотрели, корреспонденты, кстати, присутствовали, тоже видели в школьных библиотеках, эти учебники уже есть. Вполне возможно, здесь тема возникает не все, не весь перечень. Вполне возможно, вот меняется на ходу учителей тоже желание, меняется желание родителей. Вполне возможно, какие-то огрехи будут, но эти огрехи тоже мы будем снимать. Где-то, может быть, недостаточное количество, хотя рассчитали все, что должно быть. Где-то, может быть, не тот автор, друг поменяется. Но в любом случае, эта тема стопроцентное обеспечение бесплатными учебниками наших школьников, эта тема в этом году закроется. Родителям останется приобрести только учебные пособия, рабочие тетради, задачники. Каждому учебнику свое пособие. По заверениям министра образования, решать вопрос с бесплатными пособиями для учащихся начнут в следующем году. В законе также прописана норма об обучении на русском языке, который в России является государственным, при этом не исключая возможности получения образования на языках национальных республик. Например, дошкольное, начальное и основное образование в нашей республике можно получать кроме русского на чувашском, мордовском или татарском языках. Согласно новому закону, заработная плата педагогов не может быть меньше средней по экономике региона. Владимир Иванов отметил, что в Чувашии средняя зарплата учителей с учетом стажа и нагрузки составляет 15-25 тысяч рублей. Говорить о том, сколько учитель получает, надо всегда смотреть в разрезе его нагрузки, в разрезе его достижений, в разрезе его квалификации в том числе. И в целом сегодня задачу по плановому повышению, сохранению средней зарплаты наших учителей Чувашской республики на уровне средней по республике мы выдерживаем. Вот это самое главное. Конечно, это требует колоссальных дополнительных ресурсов из бюджета Чувашской республики, но указы выполняются и мы гарантированно будем это до конца проводить. Кроме этого, учителя, работающие и проживающие в сельской местности, имеют право на компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг. Галина Титарчук, Николай Яковлев, Республика.